всем привет ребят мы собираемся сейчас ехать блин я такая смешно сегодня у нас рождество я всех поздравляю кто сегодня его праздную католики да я хочу вас поздравить от души желаю вам всего самого лучшего сегодня у нас ничего не работает так как праздник вот и ни один магазин абсолютно не работает не собираемся поехать поехать куда-нибудь погулять скорее всего сейчас поедем на гору мансени называется посмотрим как там до перед андора собирались поехать так и не поехали посмотрим красиво ли там я надеюсь красиво очень берем с собой собачку чтобы она тоже помилял у моего пожалуйста да кейси у нас сегодня тепло 18 градусов вообще классно так в жироне вообще 22 градуса или 20 градусов я не знаю очень жарко прекрасный день солнце светит вот на самом деле у нас уже три часа дня мы занимались тут я делала вафли утром дани пока все поели собрались оделись пока видео смонтировала вы выложила вот уже три часа и сейчас только будем выезжать мы тут едем очень красиво я почему-то не снимала там уже все быстро быстро но очень красиво я надеюсь мы наверх поднимемся там тоже будет очень красиво и тогда я покажу эту красоту едем по серпантину по моему любимому серпантин я безумно счастлива но тут вообще природа вот так вот люди тут же вот представляете мы едем уже не знаю сколько мы едем вот так по серпантину среди леса блин если бы еще окна у нас чистые были вообще было бы шикарно представьте здесь есть дома вот так вот вот едем 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 вот пожалуйста какой-то даже что-то ресторан да для кого для своих да кемпинг вот так можно остановиться за нами же едет машина ну что я вот он кейси тут вообще сидит просто кайфует она боится всего а если бы еще моя камера на телефоне передавала всю эту глубину красоту ну как красиво мостик елочечка красиво красиво такие елки прям милючих обвиваю ага господи куда мы едем почему есть так красиво я не знаю как красиво как красиво ребят если вы хотите путешествовать мой вам совет никогда не путешествуйте по гугл картам это это ужасно это ошибка века мы поехали значит валик нажал правильно на уору на мансене наверх и как бы она нам выдала конечную остановку мы думали она с видом а это оказывается кемпинг кемпинг в горах мы не наверх поехали никуда мы просто вот заехали в опу мира просто не было там дороги уже все закончилось просто вся дорога закончилась тут дороги нет во первых ну короче это шесть это просто шесть я не знаю я не знаю представляю что это дорога а на двух способностей покажи где мы едем сейчас покажу вот такая дорога вот и вот мы едем вот обрыв тут сразу их не видно так красиво и хорошо вот здесь даже какая-то речка течет вот дорога вот сразу же обрыв такой и вот там внизу и тут вот тоже просто а дорога размером с машин ну да ну типа две тут не поместятся да две не поместятся хотя движение просто двухстороннее движение да просто где где кого пропустить можно непонятно кто-то будет назад сдавать очень долго да еще и как в общем ну вот так вот мы поехали покататься я наверное предполагаю что нам нужно просто сейчас выезжаем и наверх поворачиваем сразу направо и едем наверх да по указателям без наверх да 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 смотри у меня даже нет до сих пор связи связи нету абсолютно как красиво да там очень красиво превосходно вы этого не увидите сделали мини остановку для собаки потому что она уже плакала просилась остановиться ах вот где-то непонятно где вышли боже тут так пахнет вообще природа класс свежесть такая Кассичка давай смотрите здесь дома представьте блин вы даже не представляете где мы находимся и сколько мы сюда ехали реально наверное больше получаса мы поднимались по серпантину представьте а вокруг ничего вот такие домики везде на каждом шагу но нету именно города какого-то нету ничего просто вот домики как люди здесь живут как они спускаются вниз закупиться город реально далеко так так ребята я думаю с нас достаточно мы приехали на такую красоту я думаю нема смысла ехать дальше вообще нету смысла и мы погуляем здесь вон там кто-то жирность барашки походу ветер сильный очень барашки там да красота 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 там тоже такой вид красивый а мы нашли здесь площадку в каком-то городе городок кстати такой прикольный на самом-то деле из домиков красиво здесь и мы идем погулять на этой площадке вообще искали другую но не нашли да сынуль да да тут видишь домики и там кто-то может жарить шашлычки на самом деле нам еще так долго ехать думаю целый час я не знаю я уже устала собачкам нельзя заметил да на площадку я думаю ничего страшного идем мы будем следить за кейсечкой так вот нам ехать домой целый час я уже как бы устала уже ничего не хочется хочется тут остаться можно нам тут остаться здесь такие интересные качельки разные вон там тоже какая-то качеля интересно как она катает вообще подержите мне папку сын говорит просто сиди говорит молчи и не ковыряйся в носу мы тут сидим если что это пушка у нас и мы сидим на пушке Даня стреляет БАМ БАМ Иди сюда, я тебя съем. Мама, садись туда. Не. Вот так, когда сюда садись. Так это улитка, это не пушка. Это улитка. Не, я буду ходить на тросе этом. Я буду лазать. Не надо туда залазить. А тут ёлочка стоит. Красивая такая. И брёвнышко. Это Бебе. А это мама. А это мама. Бебе и мама, видите? Бебе это малыш. Посиди. Настоящая ёлка. Пойдём? Красота. Какой городочек красивый, да? Уютный такой. Там мостик какой-то интересный. Идём туда, посмотрим. Смотрите, какая у нас вложность. С ума сойти просто. Всё в тумане. Непонятно, почему. Мы вышли ещё в нашем городе. Наконец-то мы доехали. У нас очень влажно. Вы видели, да, туман? У нас прям тут нет тумана. Но всё влажное. Но на улице у нас достаточно тепло. Смотри, открыто. Бар единственный, открыт. А может, там пиццерия-то открыта? А, ну дальше. На этом стульчике можно фоткаться? Да, на этом стульчике можно фоткаться. Так, ребят. Я укладывала сына полтора часа. Это просто. У меня часы записывают уровень стресса. Как оказалось, вообще на вот этих смарт-часах Xiaomi уже с пятой, наверное, версии была эта функция. Но у нас была четвёртая. Представьте, года три, наверное, да? Три года у нас четвёртые были Mi Band. Записывает уровень стресса. Я ложилась, да, не укладывать. У меня был нормальный уровень стресса. Я укладывала ему в его минут 10-15. И у меня уже показывало 30%, а это уже, знаете, ну, не очень низкий. В 20, по-моему, или до скольки. Это нормально, короче. Умеренный. Не, нормальный. Спокойный. Короче. Вы поняли? А у меня уже показывало 30%. И тут спустя полтора часа укладываю, не меряю. И это я уже подуспокоилась. 54%. Просто 54%. Это уже, ну, капец. Стресс у меня зашкаливал. Но я его уложила, с горем попала. Всё нормально. Уложила. Он уснул. У меня разболелась жуткая голова. У меня она и так болела. Но когда я лежала, ещё больше разболелось. А я, мы приехали домой, я поубирала, пропылесосила, всё, пока Валик готовил кушать. У нас покушать ничего не было. И в магазин заехать мы не могли, потому что всё закрыто. Завтра уже всё откроется, наконец-то. Мы сможем поехать купить. Не факт. Не факт? По-моему, я смотрела на календарях, то всё откроется. Да. По календарям там в магазине. В эскладе точно откроется. Вот. Поэтому завтра мы закупимся покушать. Кейси там ходит. Так что всё, ребята. Будем мы с вами прощаться. Будем отдыхать. Этот стресс просто... Я очень стрессунула. Буду отдыхать. Всё, увидимся с вами завтра. И всем пока.